Дайджест недвижимости В правительстве рассчитывают на то, что ставка будет снижаться соразмерно снижению ключевой ставки Центробанком, сообщает ВИА «Недвижимость». Также агентство приводит мнение своих экспертов, которые считают, что снижение потечных ставок до 6-7% способно увеличить спрос на рынке жилья России на 30%. При этом они отмечают, что достичь такого уровня возможно лишь после уменьшения ключевой ставки Центробанком до 4-6%. Сейчас она, напомню, составляет 9,25%. Дайджест недвижимости Объекты культурного наследия в Кирове отремонтируют за счет фонда капремонта. Речь идет о жилых домах, которые относятся к этой категории. Ранее их исключили из программы капитального ремонта под предлогом крайней дороговизны работ, напомнил исполняющий обязанности министра культуры Андрей Скальный. Многоквартирные дома у нас никуда не входили и должны были ремонтироваться за счет собственников жилья. А теперь было принято решение о том, что многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия, попадают в фонд капитального ремонта. Мы не говорим сейчас о реставрации, мы говорим о текущем там и капитальном ремонте. Удорожание идет где-то порядка 10-15%, поэтому эти дома будем ремонтировать за счет фонда. Это решение было принято на первом заседании Совета по сохранению культурного наследия при губернаторе Кировской области, отметил Скальный. Также на Совете обсуждали вопрос о привлечении бизнесменов к восстановлению памятников архитектуры. Делать это хотят в рамках государственно-частного партнерства. Дайджест недвижимости. Кировчанка лишилась квартиры из-за долгов по коммунальным платежам. Они составляли порядка 200 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.